Здравствуйте! В одном из январских выпусков мы упоминали самую актуальную и горячую экологическую проблему нашей страны. Государство, по мнению защитников природы, расточительно относится к отечественному лесу и обманывает общественность, говоря об экономной и экологичной политике государственного лесного хозяйства. Сегодня поговорим о проблеме локальной зеленой среды. Как стало известно в прошлом году, власть Италина решили проложить вдоль побережья Пирита новую улицу, Рейди-Т, которая стала бы транспортным коридором в сторону порта. Проект на данный момент пока что согласовывается, однако уже создана трехмерная модель новой улицы, которая недавно была обнародована в прессе для всеобщего ознакомления. Напомним, в прошлом году новость о том, что по парку рядом с русалкой вскоре пройдутся экскаватором, вызвала бурю протеста. Дошло и до общественных акций. Как сообщили в мэрии, власти столицы пошли навстречу общественному протесту по ряду пунктов, возмутивших столичных жителей. При проектировании Рейди-Т считались с интересами всех, как пешеходов и велосипедистов, так и с интересами водителей транспорта. Город, естественно, заинтересован в том, чтобы снизить потоки транзитного транспорта, и планы города нужно рассматривать целостно. Параллельно с проектировкой Рейди-Т ведутся проекты еще двух важных улиц. Один из них на улице Гон-Сьори, а второй на Нарва-Манте и Пярну-Манте. Если иметь в виду влияние реконструкции этих улиц на городскую среду, то количество автодорог, проходящих через центр, сократится. Да, действительно, появится Рейди-Т, но она предложит дополнительную возможность при выборе пути передвижения через центр города. Тот участок побережья, вдоль которого будет проложено Рейди-Т, это одно из немногих мест в центре города, где можно просто хорошо провести время, вдали от шума города и транспорта. На самом деле, когда мы слушаем пояснения чиновников по теме Рейди-Т, то они касаются в основном организации дорожного движения и досуга. Но город обязан предоставить жителям такие места, где можно просто побыть в покое и отдохнуть, устроить пикник, погулять с детьми. Такие места, чтобы не нужно было садиться в автомобиль и ехать в лес в поисках отдыха. Нужно заниматься теми проблемами, которыми занимается большинство городов Европы. Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания у населения из-за постоянного стресса в городской среде. Поэтому проблемы городской среды нужно рассматривать целостно. Что касается критики в адрес Рейди-Т, то вопрос здесь может быть даже не в количестве транспортных полос, а в том, где именно проляжет проезжая часть. Действительно будет отдельный кластер, где будет уличное освещение, а на перекрестках особое внимание уделено возможностям для маневров и поворотам. Наверное, в этом отношении критики было больше всего. Остается впечатление крупной магистральной улицы, а не небольшой городской улочки. Это вызвано, конечно же, частично тем, что на Рейди-Т грузовой транспорт будет преобладать в сравнении с другими улицами Таллина, в первую очередь по направлению и спорта. Кажется, главный архитектор столицы снова переместил акцент на решение проблемы транспорта. Но, если уж говорить о транспорте, то, по словам противников Рейди-Т, остается одно несуразное несоответствие. Зачем понадобилось решение для перенаправления грузового транспорта, если и так уже имеется план, в перспективе ближайших нескольких лет, направить его весь в порт Муга? Конечно же, Рейди-Т поможет быстро выводить из центра города прибывающие в порт грузовики. Это одна из целей. Планы по выводу грузовиков в порт Муга реализуются, вероятнее, не ранее, чем через 5-10 лет. Но на это время тоже нужно какое-то решение. Второй вопрос в том, что даже в случае, если тяжелый грузовой транспорт исчезнет с Рейди-Т, то четырехполосная дорога все же была бы нужна. Хотя бы для того, чтобы в будущем можно было проложить там трамвайную линию или чтобы проложить отдельные ряды для общественного транспорта. В остальном мире уже прекрасно поняли, что бесконечное расширение магистралей не решает проблему. Каждый ряд, который ты пристроишь, будет заполнен. Машины битком забьют дорогу, и это будет выглядеть так же, как и сегодня. Если здесь сейчас пробки, то в будущем, когда появится Рейди-Т, не исключено, что пробки будут возникать еще чаще. И проблему это не решит. Меня эта проблема напрямую касалась, так как данный отрезок пути, это мой летний отрезок пути от дома до центра. Это для меня самый приятный способ добраться до дома. И что меня побудило, это то, что я думаю, что наше общество уже переросло просто в этот период бездумной индустриализации. И сейчас у нас есть время и возможности посмотреть также на другие аспекты, такие как культурологические, эстетические, не говоря о том, что экологические возможные последствия, вред, а также польза, которую может нанести любое строительство, а также производство. Это должно быть рассмотрено в каждом проекте. Забудем ненадолго про транспорт и вернемся все же к теме нашей рубрики, к зеленой среде. Мы попросили активистов, выступивших против Рейди-Т, поделиться своими комментариями по поводу финального 3D-проекта улицы. Несмотря на то, что была создана 3D-модель, по сути остается неизвестным, как эта зона будет выглядеть в качестве природного объекта. На этом видео можно было увидеть желтые и оранжевые кустики и деревья. Но что там будет на самом деле, мы не знаем. В первой версии проекта было видно, что снесли значительное количество деревьев, в том числе и деревья, ценные, как объект старины. Непонятно, сколько деревьев все же останется и как будут компенсировать их ликвидацию. Прошлый год прошел в Таллине под эгидой «Года моря». Много говорили о том, что море должно быть максимально открытым для людей. Но до сих пор к этому подходили довольно выборочно и не очень успешно. Все попытки открыть море заканчивались тем, что устанавливали какой-то забор или проводили вдоль моря одну улицу. Но не рассматривали в перспективе, во что превратится эта улица в будущем и можно ли ее будет продолжительно использовать в качестве променада. Есть места, где вдоль таких улиц стоят какие-то развалины. Рейди Т должна создать соединение между парком и портом, но поскольку она будет рядом с автомагистралью, то мне кажется, в данном случае доступ к морю не очень хорошо продуман. Вместе с дорогой спроектирована и прогулочная зона. Там появится не просто дорожка для пешеходов, но полноценный приморский променад, ширина которого составит в среднем 25, а местами 40 метров. Это будет полноценная зона для отдыха, детские игровые площадки, парки тренажеров и озеленение. Я смею утверждать, что в Таллине сегодня нет ни одного уличного проекта, в котором пешеходам и возможностям для отдыха было бы уделено столько внимания. Однозначно одно, пространство парка рядом с русалкой сократится, но в том, что пустовавшая долгое время зона вдоль территории, давно канувшего в былое и забытого парка развлечений, будет облагорожена и превращена в променад, тоже есть несомненный плюс. Изначально предполагалось завершить строительство к концу этого года, однако теперь сроки сдвинулись. Оценить станет ли Рейди Т достойным решением проблемы грузового транспорта и разгрузки центра столицы жители Таллина смогут осенью 2018 года. И это в случае, если сроки строительства не передвинутся вновь. До встречи в зеленой среде!